Стрельба и попытка самоубийства. Как в Одессе задерживали судью взяточника? За что боролись, на то и напоролись. Суд конфисковал турецкую шхуну за браконьерство в украинских водах. Хоть и с опозданием, но вступила в свои права. В Одессе дружно цветут абрикосы. Вы смотрите новости G-News. Это реальные события города и страны. В студии работает Максим Линник. Здравствуйте. В целую детективную историю со стрельбой и скандалом между НАБУ и Советом Судей переросла попытка задержания районного судьи Одессы. Накануне служитель Фемиды попался на взятки в 500 тысяч гривен, но при проведении следственных действий он оказал сопротивление детективам НАБУ и открыл огонь из пистолета. После этого, воспользовавшись статусом неприкосновенности судьи, скрылся с места происшествия. На происходящее уже отреагировала глава Совета Судей. По словам Валентины Симоненко, при попытке задержания судья хотел наложить на себя руки. Сейчас с порезанными венами он находится в 11-й больнице Одессы. Судью взяточника охраняют детективы НАБУ. Подробности операции пока не раскрывают. Известно только, что ее проводили специалисты из Киева. Также есть информация, что представление на задержание и арест судьи стрелка уже поддержал профильный комитет Рады. Не прошло и два года. В Одессе активизировалось расследование событий 2 мая на Куликовом поле. Полиция, наконец, получила записи с камер внешнего наблюдения Банка Аркада. По информации СМИ, это отделение расположено в торцевом крыле на первом этаже Дома профсоюзов и не пострадало от огня. До января 2016 расследованием уголовного дела по массовым беспорядкам в Одессе занималось Главное следственное управление МВД Украины. Теперь все материалы переданы в Одессу. В связи с событиями 2 мая МВД Украины разыскивает экс-начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Владимира Бадылана. Именно он руководил спасателями в день трагедии на Куликовом поле. Тогда в результате массовых столкновений пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека. Реформы в здравоохранении, создание новых рабочих мест, в том числе и в учебных учреждениях города, обсудили участники трехстороннего экономического совета. Первое в этом году его заседание состоялось в мэрии. О перспективах экономического и социального развития города в сюжете Екатерина Чабан. Большая часть заседания касалась работы за 2015 год. Одесса остается практически единственным городом в Украине, где количество рабочих мест не только не сократилось, а наоборот увеличилось. Таким образом повышается и уровень жизни самих горожан, говорят в мэрии. Этому способствует в первую очередь создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест. В течение прошлого года наблюдалась положительная динамика расширения действующих торговых сетей. И создание новых торговых объектов. Так, в 2015 году открыты 65 предприятий торговли, что на 14 объектов больше, чем открытых в 2014 году. Это позволило создать более тысячи новых рабочих мест. Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте составляет 66%, что на 1% выше, чем в среднем по Украине. Во время заседания трехстороннего совета затронули и вопросы учебных и дошкольных учреждений. Так, в Одессе появляются новые садики и школы. Увеличивается количество рабочих мест для сотрудников общеобразовательной сферы. Кроме того, вовремя выплачивается заработная плата всем бюджетникам, сотрудникам учреждений, которые на балансе города. На сегодняшний день в городе 272 школьных, дошкольных и нешкольных учреждений, которые финансируются без задержки. И я уже говорила, что в 2015 году в эксплуатацию введено 7 новых детских садов. Сегодня школы посещают около 88 тысяч школьников и почти 30 тысяч дошкольников. Обсудили и пути наполнения городского бюджета. Казна Одессы в основном наполнялась за счет налогов на акциз и недвижимость. Весемый вклад внесла и туристическая сфера. Эти статьи доходов остаются основными и сейчас. Екатерина Чабан, Александр Леуш, Новости, G-News. Фемида определилась с вердиктом. Суд конфисковал шхуну Зор. Турецкий траулер браконьерствовал в украинских водах и был задержан морской береговой охраной 22 марта. Шхуну обнаружили в районе инденсивного нереста Камбалы-Калкана. Капитана приговорили к штрафу в размере 102 тысячи гривен. Также было конфисковано рыболовное оснащение и 15 километров сеток. Это уже не первое задержание шхуны в наших территориальных водах. На аналогичном нарушении Зор погорел в прошлом году. Тогда штраф составил 300 тысяч гривен. Почти 14 тонн спирта задержали в Одесской области. Это самая крупная контрабанда в этом году. Незаконный товар обнаружили на территории частного дома в селе Долинское. 465 емкостей со спиртом по 30 литров каждой находились на прицепе автомобиля Рено. Спирт планировали переправить через государственную границу. По предварительной оценке стоимость контрабанды превысила 1 миллион гривен. И это не единственное громкое задержание. Пограничникам Котовского отряда удалось пересечь контрабанду табачных изделий. Нарушители обнаружили в момент, когда те переносили через границу короба с сигаретами и грузили их в Ауди. Заметив пограничников, контрабандисты бросили автомобиль и попытались убежать. Но буквально в нескольких метрах от госграницы их удалось задержать. В автомобиле найдено 25 коробок с сигаретами молдавского производства. Все как в большой политике. Камеры, спикеры и трибуна. В Одессе состоялась очередная сессия молодежного совета. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Молодежный совет при Одесском городском голове хоть и молод, но свои функции выполняет не хуже старших. В каждой из комиссий есть свои мероприятия. Основной уклон, конечно же, был сделан на здоровье. В общей сложности в проведенных комиссиями мероприятиях приняло участие более 5000 человек. Комиссии по вопросам здравоохранения. За указанный период были проведены следующие акции. Дни здоровья в Одессе. Спортивное утро с молодежным советом. Акция «Обменяй сигарету на конфету». Донорская акция «Стань донором, спаси жизнь». И донорская акция «Сдай кровь, зарадуй житя». Проведены лекции в школах по первой неотложной помощи. Систематически проводятся лекции по профилактике ВИЧ и СПИД. К вышеуказанным акциям были привлечены около сотни студентов, волонтеров из медицинских учебных заведений. А в самих акциях суммарно приняло участие более 3000 человек. Тут все, как в любом учебном заведении. Есть отличники, которые выполняют основную работу, есть и безответственные. С ними, скорее всего, придется попрощаться. Сделать так, чтобы в молодежном совете действительно остались те ребята, которые хотят и могут что-то делать. А я искренне вижу вас, я вижу, скажем так, большинство из вас действительно желание что-то делать. Мало того, результаты той работы, которая подготовлена сейчас в отчетах, мы уже имели возможность бегло ознакомиться. И вы об этом знаете. Они дают все-таки основания говорить, что молодежный совет в Одессе работает. Члены молодежного совета занимают активную позицию в жизни студенчества и развивают волонтерское движение. Совсем скоро они присоединятся к благотворительному марафону, будут участвовать в субботниках, в том числе в высадке деревьев. Автолюбителям придется пересмотреть свой маршрут. С 30 марта в Одессе закрыли движение транспорта по военному спуску. Это связано с капитальным ремонтом Тещиного моста. В конструкции будут укреплять подпорные стены. На время ремонта Тещин мост, который соединяет два бульвара, Приморский и Жванецкого, будет закрыт и для пешеходов. Напомню, работы на объекте начались еще в октябре прошлого года. Что уже успели сделать и о сроках завершения ремонта в ходе пресс-конференции, рассказал руководитель УКЗС Одесского горсовета. Это управление выступает заказчиком работ. На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу отколовшегося блока известняка в объеме порядка более 100 тонн. Идет укрепление стенки, укрепление опор. И на сегодняшний день возникла необходимость перекрытия движения и на самом Тещином мосту, и военного спуска, для того, чтобы приступить уже к покраске Тещиного моста и приведению его в надлежащее состояние к 1 мая. Работы планируется закончить до 25 числа. Это касается покраски, остальные уборка территории со стороны бульвара Жванецкого, то есть опор, приведение территорий, в надлежащее состояние, ну, планируется еще пару дней, то есть первому числу мы планируем закончить эти работы. Тещин мост был построен в конце 60-х, и это первая его капитальная реконструкция. Из-за аварийного состояния в Одессе закрыт для проезда и мост к Ацебу. В асфальтном покрытии уже давно зияют дыры, но сроки окончания реконструкции чиновники пока не озвучивают. От роду ей всего 4 дня, а она уже стала звездой экрана. Посетителям Одесского зоопарка показали новорожденного ламиненка. Малышку уже видел наш корреспондент и на себе почувствовал, насколько ревностно родители оберегают свое потомство. Подробности у Юрия Кахно. Бэйби-бум в Одесском зоопарке в этом году начался с пары камерунских коз. Затем потомством обзавелись бакланы. Теперь Аэс наведался к парочке лам. У нас наши питомцы опять порадовали. И лама, у нас девушка по кличке Аврора, родила малышку. Это первая лама, которая родилась в этом сезоне. Роды прошли без осложнений. Чувствует себя замечательно и мама, и ее маленькая дочка. Малышке особенно спокойно под защитой такого отца, как Буба. Он тщательно оберегает свое потомство. И пока что никого не подпускает к своему детенышу. Однако волноваться не стоит. Если не пересекать разделительный барьер и не вызывать на себя тем самым гнев отца, он вас не тронет. У маленьких одесситов появилась уникальная возможность увидеть детеныша ламы вживую. Не через интернет или телевизор, а в нашем Одесском зоопарке. Пока малышка не слишком общительна и предпочитает находиться рядом с родителями. Но как только окрепнет и осмелеет, будет свободно передвигаться по вольеру. Юрий Кахно, Наталья Савчук, новости G-News. Похоже, что весна пришла в Одессу окончательно. Город преображается на глазах, одеваясь в нежные цвета. В разных уголках зацвели первые фруктовые деревья. Наслаждаться ими могут и приезжие, и одесситы. Первые колокольчики весны. Солнечные и теплые дни не прошли зря. В Одессе начали распускаться фруктовые деревья. В Одессу действительно пришла весна. Первыми в этом году зацвели абрикосы на привокзальной площади. И они не могут не радовать глаз одесситов и гостей города. Обычно абрикос цветет в середине апреля, и то при условии теплой погоды. Но Одесса город уникальный, и тут все происходит раньше, чем у других. Даже цветение деревьев. Лепестки, над которыми кружатся пчелы, привлекают к себе внимание. Горожане подходят к дереву, чтобы сфотографироваться, понюхать или просто полюбоваться нежными цветами. Остается только надеяться, что не ударят морозы, и уже ближе к лету на деревьях появятся оранжевые абрикосы. Екатерина Чабан, Александр Леуш, новости G-News. И в завершении выпуска о погоде на четверг. 31 марта в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 тепла, днем от 13 до 15 со знаком плюс. На автодорогах области ночью и утром местами дымка. Видимость 1-2 километра. Такой была информационная картина среды. Обо всем важном и интересном сообщайте на горячую линию редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале G-News и телеканале А1 каждый нечетный час. Мира вам и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok